Продолжаем проходить Pokemon Heard Gold, последняя завершающая на сегодня серия, уже номер 5. Да уж, столько времени бегаю, болтаюсь, всё без толку, так мало прошёл, в общем-то. Но в принципе ничего, главное, что прогресс есть, и по крайней мере уже значит, что я бегал не совсем зря, наверное. Привет, когда вы меня ожидаете, я этот козёл, который меня раздражает своим появлением везде, мразь чёртова. Ладно, неважно, сделаю вид, что я его не видел, место для рыбалки. Оно называется Мост Тишины, потому что все здесь молчат, чтобы не пугать водах покемонов. Да, я вижу, что они здесь все молчат, нападают на меня постоянно, уроды, блин, тоже мне молчат, называется скотины. Ты помнишь? Да, вот это тебе называется Мост Молчания, да, где-то тут же нападает куча народу. Ну, вернее, кто-то с кучей покемонов, и кучей народу, в том числе тоже. Я уже кучу народу перебил, пока шёл только сюда, в это место. Ой, это кошмар просто. Ну ладно, по крайней мере, я надеюсь, что моё странство у него уже заканчивается, мои мучения бесчисленные, что мы уже практически дошли до Лавендора, хоть записать его за эту серию. Ты помнишь? Чё с этим дебилом не так? И так, что я не забыл, насколько хорошо было сражаться с тобой, как насчёт того, чтобы обменялись телефонами, телефонными номерами. Хотя, телефонами было бы обменяться забавнее. Отлично, я определённо не забуду о тебе сейчас. То чувство, которое, когда ты ловишь, вернее, когда ты ловишь покемон на крючок или типа того, это лучшее чувство даже для урода, как я. Но то, что ты урод, я согласен, определённо. Я бы самому на крючок насадить мразину такую и опустить в воду, и валялся бы ты там всё время. Ну ладно, город Лавендер. Да, тот самый криповатый, страшноватый город. Теперь он похож уже больше как-то на яркий такой, добрый, милый городочек, совершенно не криповатый. Хм, что довольно странно. Атмосферу всё упустили. Ну, ну и понятно, потому что упустили не только атмосферу, но ещё и саму, собственно, башню, которая была раньше кладбищем. Люди приходят отовсюду, чтобы отплатить их своим уважением духом покемонов. Ага, я вижу, как они это делают, аж сносят кладбище, блин. Дом воспоминаний. Пусть покемоны отдыхают хорошо. А, типа вот это и есть теперь новое кладбище, да, получается? Ну да, действительно. Только, правда, покемонов здесь совсем мало стало, их было гораздо больше раньше. Здесь есть другие места для покемонов, я думаю. Здесь есть много комнат, в которые только Мистер Фуджи может войти. А, Мистер Фуджи, знакомое имя. Я пришёл с моей мамой, чтобы посетить места покорения покемонов. Покемоны, которые живут со мной долгое время. Я не уважал их как покемонов или типа того. Я любил их как моих внуков. А, понятно, понятно. Не просто как покемоны, а как внуки. Это уже лучше, конечно. Добро пожаловать. Хм. Похоже, что выращиваешь своего покемона в доброй и любящей манере. Те, кто любят покемонов, приходят сюда, чтобы отплатить покемонам. Пожалуйста, отплати уважением духом покемонов. Я уверен, что это сделает их счастливыми. Да. А я не уверен, что... Бегать по могилам и топтаться над трупами покемонов, это действительно как будто можно таким образом уважить. По крайней мере, здесь хотя бы драк не происходит. Ну и от Мистера Фуджи никакого толку. Просто, видимо, так сказать, пасхалка. Канту имеет много хороших радиошоу. А как, конечно, на трупах пляшут, так сказать. Привет, там. Я официальный неймрейтер. Тьфу, блин. Я думал, это гадалка сидит здесь. Ладно, пошел нахрен, короче говоря. Эх. А выхожу вот таки все равно я. Странно. Лавендер это маленький тихий город в подножье гор. Он стал немного более занятым, как только радиобашня была построена. Но вот я и вижу, что вы просто лицемеры чертов вместо кладбища взялись и сливы, построили радиобашню. Тебе нужна покефлейта, чтобы разбудить спящего покемона. Каждый тренер должен знать это. Ну да, потому что нормальные тренеры по-другому не могут. Они могут издеваться от покемонами сколько угодно в покемонских битвах, но разбудить Снорлакса боевым путем они почему-то не могут. Идиоты. Город Лавен... А, вернее, нет. Покемонский дом. Я думаю, то сама топливчика самого города будет. Но нет, видимо, без нее. О, Нидорино. Жесть. Мистер Фуджи живет здесь, но он сейчас вышел. Он должен быть в доме воспоминаний. Ты можешь поверить в это? Некоторые люди устают заботиться о покемонах. Дедушка берет таких бездомных покемонов и заботится о них. Псидак и Пиджи. Хм. Ну что поделать? Таких людей нужно расшлиять в первую очередь и отправлять в биореактор по кусочкам. Ну, увы, это же добрая типа вселенная. Конечно, типа добрая, вот именно что. Это крутое строение, а? Это радиобашня. Ни хрена это не радиобашня. Это, блин, долбанное кладбище покемонов, которое почему-то перестроили в башню. Как вообще можно было взять, разрыть все могилы, снесли их к чертям и построить здесь радиобашню? Я не понимаю этого вообще крутое севательство. Зачем тогда вообще строили здесь кладбище, если вы собирались и... ...использовать его как радиобашню в будущем. Вернее, как бы так сказать. Короче говоря... Ой, издевательства над покемонами. Мало того, что они издеваются над живыми покемонами, так они еще над трупами издеваются. Кошмар. Выкопали, видимо, и всех унесли куда-то, что это знает. Перетащили, может быть? Канту радиостанции. Ваше любимое шоу. Я туда даже заходить не хочу. Ну ладно, зайдем, так уж и быть. Ой. Вот здесь было кладбище раньше, напоминаю, просто так вот. И здесь тоже почему-то перекрыто. Извините, но вы не можете войти только на наземный этаж. Как только радиобашня была... Вернее, после того, как радиобашня Джота была взята криминальной группировкой, мы усилили охрану. Ну да, конечно. Как будто так непонятно, что у вас там наверху ничего нет интересного. Вы же посносили к чертям все кладбища, видимо, судя по всему. Значит, кто бы стал здесь работать в радиобашне, если бы над ними были трупы покемонов. Но нет, они все трупы снесли, видимо. Кошмар. Да уж. Город Лавендер. Ах, наконец-то, Покетсетрос. Я забыл про это, потому что мне нужно было вылечиться. К северу Лавендеру народится Рок Таннел. Идти через него, чтобы попасть в Пауэр Плант. Хорошо. Если Пауэр Плант не работает, то Магнит Трейн тоже не запустится. Также означает, что радиостанция не может вещать. Ну и хорошо, а кому же дали свои дурацкие радиостанции, построенные на костях буквально? Ой, ужас какой-то, блин. Да уж. Как можно было вообще так сделать, а? Ну ладно. Город Лавендер потерял, конечно, всю свою суть, так сказать, всю свою криповатость, и всю свою, весь свой смысл, как место до покорения покемонов. Ну что поделать? Придется сюда сваливать. Есть есть радиошоу, которое играет музыку с Покефлейты. Ох, твое радио нужно... А, понятно, понятно. Вот в чем прикол. Мне нужно увеличить чистоту, видимо, или что-то типа того. Вроде сказано, что мне нужна какая-то расширяющая карта, или типа того. Ладно, сейчас ходим, поспрашиваем, где можно найти. Много людей, трудно работать здесь в радиобашне. Они делают свое лучшее, чтобы сделать хорошее шоу. Добро пожаловать. Чувствую себя свободно, чтобы смотреть по всему этому этажу. Тут смотреть-то негде. О, нет-нет-нет-нет-нет. Мы были за пределами воздуха, поскольку... А, понятно, понятно. Мы вышли из эфира с тех пор, как станция накрылась. Все мои заслуги, чтобы начать эту станцию, будут пустыми, если я не смогу вещать. Я буду обрушен. А, понятно. Видимо, мне нужно будет прийти сюда к этому мужику, после того, как мы запустим радиосцент... После того, как мы снова разберемся с радио... Тьфу ты. Блин, с PowerPlanet, а может быть сюда зайти и получить эту карту, скорее всего. Я думаю, так и будет, наверное. Эй, там. Я супермузыкальный директор. А? Топаки Гир не может вещать на моем музыкальном шоу. Как неудачно. Если вы прогрегите его с X-PenCard, ты сможешь подключиться. Тебе лучше взять ее. Ну да-да-да, у этого мужика, насколько я помню. Только нужно разобраться сначала с Power Station. Так, с Power Station. Какой-то слишком уж постоянный английский понятие использую. Хотя так легче, по крайней мере. Не нужно переводить хоть что-то. Репел это очень нужная вещь, если ты идешь исследовать пещеру. Даже зная, что я люблю исследовать, я все еще не пошел через все пещеры или типа того. Я слышал насчет чувака, который делает покеболы в Джоту, в городе Азалия. Хотелось бы мне иметь их. Интересно, мог бы я ему и дать? Нет, навряд ли. Скорее всего, нет. Все, короче, плевать на этот долбанный городок. Испорчен окончательно. Этим издевательством над трупами. Но мне нужно идти дальше. И мочить еще больше тренеров. Куда же я денусь-то, блин? Я джентльмен, который остановился на дороге. Ты хочешь позаботиться о том, чтобы дать мне короткое состязание или типа того? Или быстрое состязание? Ну ладно. За ваши денежки почему бы и нет? Так, как тут делось? Да, любой каприз за ваши деньги. Так. Любой каприз, давайте вы поможете. Ты был очень скилованным. А ты очень богатый, спасибо за денежки и за рыбу. Останавливаться на дороге для битвы это не грубо. Не важно что, я джентльмен в первую очередь. Да, конечно, не грубо. Наоборот, грубо постоянно мешать кому-то идти по своим делам, козлы вы, блин. Фум, у тебя есть много бейджиков? А у тебя ни одного. Тупо это урод, скорее всего, по крайней мере. Зато у него есть робот Якачу. Это довольно круто, кстати говоря. Ну-ка. Что довольно странно, почему-то Эрклейк действует на вот этих покемонов. Я понимаю, что они не летающего типа, но они же летают по факту. Просто потому, что у них есть другая обилка. Не левитейт, которая так же как птичий тип действует, а просто вот, просто обычный полет. Но не знаю, это почему-то не работает. Ладно. По крайней мере, они дохнуты легко от одного Эрклейка. Опять-таки, видимо, внешность все-таки обманчивая. Хотя толку там, блин, троить Эрклейки на этого урода, если можно и так его залить. Маленькие простики магнимают, ничего сложного. Я просто, как я и думал. Ты силен. Лучше бы он робота Пикачу выпустил против меня. Это была бы интересная битва. Это слишком ожидать от кого-то... Вернее, да, это именно то, что нужно ожидать от того, кого есть столько бейджиков, как у тебя. Да, спасибо, спасибо за ваши бессмысленные комплименты. Так. Чего-то есть интересного. Дайте угадаю, это тоже просто место для покемонов, да, скорее всего. Репелы, в принципе, не тоже где-то, чем экономить, так что ладно, жрём их по поводу и без. А, ну конечно, просто место для лових покемонов. Почему-то, причём, тут трава как-то изордрана вся, кусками торчит. Там есть, тут нету. Жуть. Так, ещё уродцы. Эм, выгляжали слабой? Не заставляй меня смеяться. Что ж, я с Лулулу, и у меня есть тысяча... В тысячу раз больше храбрости. Мой и я сделали великую пару, тебе стоит приготовиться. Да-да-да, конечно, конечно. Каждая парочка видит себя такой идеальной и крутой, в то время как бы всего лишь ничтожное лошьё, если так посмотреть. Ну-ка, ура! Трех тысяч. Альди готов, Альдва готов. Все мне эффективно, все сдохли, к счастью. И то хорошо. Оах, эг. Дебилы. Не издумай недооценить нас. Это не то, чтобы моя была слабая, это просто ты слишком силён. Вернее, был слаб. И в краткости, ты просто слишком силён. Ну, хотя бы этот мужик понимает. Так. То, что нельзя было сталкиваться с таким опасным соперником, как я, или типа того. Эх, ладно. Себе тоже не надо льстить. Эх, как магнит-трейн работает? Что значит, как он работает? Нет, он сказал, он задал вопрос, типа, как будто это бы я должен спросить у него. Только мне это вообще не интересует, как мне разница, как он там работает. Пошёл ты нахрен. Эх, ну нет. Нет. Лежут в драку обязательно. Ещё и понабрали всякой вонючей слизи, тут выпускают её на меня. Жесть. Хотел бы я иметь шанс увидеть магнит-трейн. Лол. Сила магнитов шикарна. Гениально. Только почему тогда ты не используешь магнимайта, если сила магнитов шикарна? Ой, ёлки-иголки. Ни хрена здесь народу стоит. Жесть какая-то. Дэмки. 41 Тормент. Судя по всему, мне придётся побить их всех. Ладно. Начнём. Тройной челлендж, так сказать. Мы, Канту Покемонская Федерация, Рок-Он, скалу включить, или типа того, включи японию. Ну ладно, поклевать. Сейчас мы всю эту вашу федерацию разорвём на отдельные, так сказать, как бы это назвать-то. Даже забыл, как это называется. Ладно, плевать, короче говоря. На куски. Яйкс, извиняюсь. Мы пытаемся не беспокоить никого с этого момента. Принято, и мы попытаемся никого не побеспокоить. Лол. Копы перекрыли подземную дорогу. Это правда, задал бы от меня? Какие ещё копы-то? Этих копов не существует. Это просто какое-то говно собачье, а не копы. Настоящие копы, они пошли бы воевать против команды Лолки. Они устраивали против них какие-то плавы, операции, какие-то преследования и так далее. Прости меня. Они ничего не делают. Они копы-то, говно. Эм, избит каким-то панком из Джотто. Ха-ха-ха. Это я-то панк ещё. Гопота долбанная. Мы, Канту Покемонская Федерация, группа тренеров. Мы задавим тебя колёсами. Да, колёсами. А колёса у вас, интересно, хорошие? Так, забористые колёса. Хе-хе-хе. Так. Хорошо, сейчас как раз ещё раз покачаемся. Хоть один плюс в том, что я постоянно бью эту кучу тренеров. Всё-таки уровень растёт и растёт и растёт. Так что, скорее всего, до сотого левела всё-таки доберусь. Наверное. Блин, одни те же кофины. Ну, так много покемонов. Это же четвёртое поколение уже. Ну, какого хрена кофины одни, а? Ну, разрабы, что у вас такие уроды, а, в самом деле? Левел-ап. Да. Желобы долбаны, блин. Я понимаю, что нельзя поймать покемонов, там, определённого поколения до завершения игры, типа того. Извини. Но почему их нельзя дать тренерам, не могу понять, а? Ну, что за скука-то? Покемонская федерация Канту никогда не упадёт. Да, конечно, надейся, блин, уродец. Ну-ка, чё у нас тут? Запись... А, понятно, заметка. Затёрта, невозможно прочитать. Это вроде бы Диглитскейф, если мне изменяет память, или нет? Это и откроется, это закрыто. А, понятно, понятно. Та же подземная дорога. Ну и всё, здесь уже идёт город Сафрон. Сюда идти, в принципе, нам незачем. Так что возвращаемся назад в Лавендер. И опять-таки, короткая дорога получилась очень... Два шага буквально, вон, и всё, и конец дороги. Гениально, не правда ли, сделано здесь? Так, всё. Ну ладно. По-быстрому подлечиться, и можно идти спокойно на север, попытаться хотя бы разобраться с этой странной проблемой на Power Plant. Так, было бы хорошо. Ну, по крайней мере, не всё, но есть смысл получить радиокарту, потому что тогда я смогу вместо Покефлейта подключить колыбельную по радио и разбудить Снорлакса, вернее, не колыбельную, а какой-то пробуждающий мелодий, или типа того, не знаю. Так. И тогда Снорлакс проснётся, не будет закрашивать проход. Ну, посмотрим, посмотрим, получится у нас это или нет. Тут хоть бы-то идти больше некуда, кроме как на север сейчас, так что ладно. Скорее всего, тут теперь нас уже никто не будет пытаться остановить. Наверное. Я, впрочем, не уверен. Так. Как обычно, вещи валяются прям буквально под носом у всех, и никто, кроме меня, её не собирает. Так. Рокки. Так. Что у нас тут интересного? Опять ТМ. Я думал, я их уже там пособирал, должен был все, наверное, сколлиционировать за всё это время моих длительных сборов бесчисленных. Ферлигатор ещё что-то держит. Ой, кошмар. Ладно, пускай Ферлигатор ещё сколлиционирует гору вещей. Ня. Ферлигатор начинает ходить ближе. Прелесть. Ого, Ферлигатор обняла вас. Ну что ж, по крайней мере, мы с моим товарищем, вернее, мы с моей боевой подругой прекрасно работаем вместе, как обычно. Ты правда любишь покемонов, не так ли? Я тоже люблю покемонов. Да, и да поэтому ты их заставляешь драться, мразь чёртовая. У меня там просто выбора нет, потому что я просто никак не могу никуда деться. Драки, это ведь главное в этой игре. А вы-то что, козлы? Эх, похоже, что это означает моё поражение. Дебилы вы все просто, да и всё. Вот что это означает. А мой драгоценный, самый важный покемон. Я не забуду то, что ты сделал. Да, молодец, и что? Ты его опять погонишь в битву, козлина. Ох, кошмар какой-то. А ну что ж за мир всё-таки несправедливый такой. Так, ещё один жаробас. Все набьём Харю, никого не пожалеем. Ха-ха-ха-ха. Отличный повод для битвы, определённо. Вот сразу видно, настоящий мужик, блин. Хакер Джим. Так, ну-ка. Ура-а-а-а-а-а-а. Обожаю бить чем-то таким сильным и крутым, типа Йорквейка. Ха-ха-ха-ха-ха, чё? А, понятно. Он всего лишь хотел чихнуть, поэтому начал драться со мной, да? Дым или что там ещё, или сено, по-моему. Сетра заставляет мне отдыхать. А-ха-ха-ха, чё? Дебил. Ладно. Его дело, пускай чихает, сколько ему влезет. Это что у нас тут? Рок-таннел. А, да-да-да-да-да, помню, помню. Мы же здесь уже бегали. Маравак нарисован на пещере. Прекрасно, опять начинается темнота. Ну, хорошо, что у меня хотя бы до сих пор все покемоны с ТМ-ами имеются. И ТМ-ами, и ТМ-ами, и... Пу, блин. Ладно, понятно, что я имел в виду. Сейчас опять жрать репелы постоянно. Спасибо, хоть в Black 2 уже ввели всё-таки возможность включать репелы постоянно. Без вот этого вот залезания в адвентарь раздражающего. Так, ладно, ещё остались интересного. X-дефенд. Нахрен не сдалось. Ну, ладно, я любому мусору рад. Всё равно, что халява, по крайней мере. Опять ТМ. В самом деле, в двух регионах бегаю. Я до сих пор все не собрал, что ли. Фреллигатор ещё что-то подняла. Ладно, пускай тоже радуется. Собираем тут всякий мусор, ходим как бомжи какие-то. Так, ладно, бомжи. Стоп, куда тут вообще двигаться-то нужно? Такое ощущение, как вот здесь просто прохода не было. Ну-ка. А, вот же он, лестница, да. Иногда просто трудно заметить все эти... Ой-ой-ой. Все эти кошмарные... Все эти кошмарные лестницы и спуски в этих лабиринтах. Ну-ка. Эликсир, неплохо, неплохо. Это парусы, используя эти дурацкие мувы, которые повреждают своего покемона. Присутствие ПП у остальных мувов. Нет, нет, всегда хватает халявы, всегда. Даже не нужно заводить отдельного покемона для дополнительных запасных сражений, так сказать. Потому что всегда твоего основного покемона хватает, чтобы победить всех врагов. И опять Рок Климп, разумеется, опять. Вот опять, вот никто не вспомнит уже сюда прийти, в эту задницу, чтобы найти какую-то сраную вещь. Зачем было прятать все за Рок Климпом? Не могу понять абсолютно тупой логики. Ой. Кошмар, а? И так крепело, постоянно жрать приходится. Тут, наоборот, мечтаешь побыстрее выйти из этого места уже, чтобы не возвращаться сюда никогда. Какие уж тут вещи, блин. Так, ладно. Валить так валить. Попытаюсь, конечно, собрать то, что могу. Но все-таки, опять-таки, если что-то не собираться, то и хрен с ним. Так. Оно, значит, мне не сдалось, в общем-то. Здесь идти некуда. Так. Икс-аккурессии тоже бессмысленная охренотень. Ну ладно. Не то, чтобы совсем бессмысленная. Иногда, конечно, может быть, и... Можно их использовать. Но я не хочу на это тратить время. Я предпочитаю атаковать... Так сказать, направленной силой. М-м-м, понятно. Ведь кто-то же старался здесь, выдавливал эти ступеньки дурацкие повсюду. Мне нужно было просто сделать короткий путь. Но нужно было прокапывать огромную пещеру. Нет, конечно, понимаешь, что это, скорее всего, природная. Но все-таки для природы слишком много здесь ступеней и лестниц повсюду. Наверное, в природе сами по себе они вырастают здесь на дорогах. Так. Здесь тоже что-то есть наверняка, да? Ага. ПП-ап. Отлично. Отлично. Вот и первое улучшение для моего Эрквейка. Но, опять-таки, если в первый раз, когда я проходил Эрквейк, я вроде бы не использовал Эрквейк, то теперь, конечно, пришло время прогресса. Да. У Эрквейка все-таки, конечно, 20 и свыше урона, чем у Кранча. Да и току от него больше, в общем-то, будет таким образом. Так что, ладно. Хоть я понимаю, что суммарную урону Кранча будет побольше на самом-то деле. Просто больше использований. Но, все-таки, это не так уж критично. В конце концов, все равно, даже мува, у которого всего лишь 10 ПП, его хватает без проблем до самого конца. Вот того, у которого уже 5 ПП идут, это, конечно, проблема сплошная. А так, ничего, нормально, потерпим. Ну-ка. Здесь что-то еще спрятали, я смотрю. Ага, вижу. За кучей скалы. За кучей скал, точнее. И там вон еще что-то лежит, там, кажется, рок-климп нужен уже. Ой, дебилизм. Понятное дело, что за всеми этими... Ммм, это никами с рок-климпом тоже находятся вкусные вещи, типа ПП-апов и Раркэнди и так далее. Но все-таки, тхе, я и говорю, я, скорее всего, уже не вспомню просто сюда прийти, когда я наконец-то получу этот рок-климп. А получу его после того, как я соберу 8 бейджиков. Ну, сами понимаете, когда я соберу 8 бейджиков и пойду уже к концу игры, на какой хрен мне будут нужны все эти ПП-апы и так далее и прочая хрень, которая спрятана везде. Так, ладно. 8 бейджиков, все, я сразу же на запад в ПП-лигу следующую. Вернее, не в Лигу, конечно же, кое-что, кое-какое другое место там будет. Так, и в ПП-лигу нам уже не придется возвращаться в этой игре. Ну, в общем, все равно как-то это глупо получается. Все, октанул исследован, больше тут ловить нечего. О, и Покет-центр рядом. Это, конечно, удобно. Покет-центр здесь перед пещерой. Это сложный прикол. Ты не можешь видеть отсюда, но здесь есть силовая станция на востоке от Покет-центра. Ну, вернее, на юге. Последний раз, когда я пришел в силовую станцию, я слышал, что кто-то кричал. О, нет, это должно быть вор. Я думаю, это был голос менеджера. Менеджера? И почему-то оттуда убежал, вместо того, чтобы пойти помочь мразь, не мерзкая, лицемерная козлы. Только не можете ходить и на маленьких детей нападать на дорогах. А вот чтобы пойти помочь своим друзьям, так это же нет, нет. Мы просто их бросим и убежим, конечно, мрази. Ой, ладно. Ну да, как обычно, ландшафт, в принципе, здесь не изменился-то особо. В некоторых дорогах, наоборот, он стал каким-то странным абсолютно. А здесь, в принципе, изменений нет. Все так же нужно плыть прямо на восток. И на юг. Ну-ка. Этерчик. По-моему, здесь было раньше больше места. Опять-таки, дороги просто поджимали все напрочь. Так, ну хорошо. Как раз к решению сервиса, пишем еще и прохождение пауэр-планта. В прошлый раз, когда мы там были, там был запдос, насколько я помню. Или запдос, как там ударение правильно ставится, не знаю. Ну ладно. Ага. Тут еще что-то заховали интересненькое. Блин. Долбан репелый. Да елки-голки, я просто повернулся на один шаг. И тушь, какая-то мразь мне напала мелкая. Мразь, 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 кыш. Такс. Ну все, это же глупо, когда на тебя нападают покемоны. Правда ли? Это глупо и бессмысленно. И здесь раньше было два выхода, кстати говоря, с силовой станции, насколько я помню. Перед запдосом был второй как раз-таки выход, и здесь был еще вот обрывчик. Но здесь все поубирали, я смотрю, позажимали, я так сказать. Это, конечно, неприятно. Вообще-то, я что-то подзабыл. Я же могу накормить хоха всей этой охренотенью, которая у меня тут имеется. Вот, пожалуйста, хошище. Жри все эти кальции и так далее. Тем более, это дружбу повышает и так далее. Так что, почему бы и нет? Конечно, ему это мало поможет. Он без того очень довольно сильный покемон. Это и понятно. Легендарка, все дела. Хранитель Небес, который теперь стал, ой, блин, стал рядовым покемоном, по сути. Потому что наравне с остальными рядовыми покемонами просто воюет за ничто. Но, увы, выбора у меня нет. Я не могу относиться в этой игре к легендаркам по-другому, просто потому что они реализованы, как обычные покемоны. В аниме, конечно, больше логики в этом плане. Там легендарки, это легендарки, действительно. Не поспоришь. Их там никто не ловит, потому что они слишком крутые. Вернее, их ловят, разумеется, но ловят только главные злодеи, у которых, в общем-то, для этого есть сложные технические приспособления и так далее. Так, куда я пошел вообще, идиот? Силовая станция здесь, да. Ну-ка. Сейчас зайдем, посмотрим, что у нас тут имеется. Вор вломился в силовую станцию. Какого хрена тут происходит? Я сам бы хотел узнать. Диких покемонов здесь уже нету. Станция не заброшенная, как была в Канто, как была в Фаерред. Эта силовая станция была заброшена в прошлом. Да-да-да-да, я про это говорил. Мы вернули ее и запустили, чтобы приносить силу, приносить энергию Магнит Трейну. Магнит Трейн поглощает много электричества. Он не может двигаться, если новый генератор не будет работать. Силовая станция, вернее, менеджер силовой станции вот здесь. Но как только кто-то вломился в генератор, он одновременно грустный и просто бешеный. Примерно времени он просто взлится от смеха из-за безнадёги. И мы прошли через такое дело. Я собираю покемонов. У тебя есть Дактрио? Хочешь обвинять на Магнитона? Хрен тебе. Ты не хочешь трейдиться? Ой. Кто-то утащил часть от генератора. Без нее новый генератор бесполезен. Так сготовьте новую, не знаю. Что за идиоты все? Я готов взорвать все к чертям. Какой говнюк посмел похитить часть генератора? Я потратил так много времени, чтобы пофиксить ее. Если я поймаю его, я разорву его, выпущу ему кишки, расчленю его моим чардж-бимом. Так, ладно, чувак. Чувак, осторожно, осторожно. Не поубивайтесь всех. Эй. Что там произошло? Я только что получил слово от Церулина. Похоже, что там подозрительный персонаж появился и гуляет вокруг. Могу попросить тебя об услуге? Подозрительный персонаж гуляет вокруг стадиона Церулина. Стадиона Церулина, Мисти, Мисти в опасности. Да нет, ни хрена, не в опасности, не в опасности, это курочка. Так, но с ней, конечно, было бы неплохо повидаться в какой-то веке. Мне же ведь только осталось 4 тренера. Один это Мисти, один это Брок, один это... Как вот он звали, этого профессора Джеральда Роботника, я уже забыл. Не могу вспомнить, еще один четвертый тренер. Кто бы это мог быть, вы ни за что не поверите, кто же это? Мы его же видели его лицом, да ладно. Плевать, это секрет, короче говоря. Кто последний геймлидер? Не Джованни, понятное дело, Джованни мы уже побили. Так, ну ладно, неважно. Ну-ка. Вроде бы все с этим местом. Ах, черт, разумеется, мы же снова возвращаемся на вот эти вот дороги старые добрые, где было много тренеров раньше. Ты был на пикнике? Тут так много весело, так много веселья и так далее. В чем веселье? Потому что вы деретесь постоянно. Мразоты, чертовы. Не вижу ничего веселого, честно говоря. Ну ладно. Ох, будем терпеть эти издевательства и унижения. Все равно опыт нам нужен, как ни крути. Еще нужно хотя бы там 15 левов собрать. Ох. Мы жрем кучу всякой хрени и делимся со всеми. Они вкусные. Ну молодцы, жрите все свое дерьмо. Это какое дело до этого? Идиотизм какой-то в самом деле. Ну-ка. Так, ну разумеется. Я скажу тебе секрет, но сначала мы подеремся. Ну давай, хорошо, я сейчас возьму кирпич, выбей тебе все зубы, ты мне скажешь все свои секреты. Мразота. Так, я бы с удовольствием сделал, была бы такая возможность реальная. Но, увы, нет. Только потихоньку бить покемончиков и все. И считать, типа, что это нормально. Ох, нечестно. Грр, я проиграл. И северная станция находится за маленькой рекой. Какой хрененный секрет, однако. И так вовремя главное. А то бы я не догадался. Без тебя, где она находится. Ну-ка. Куда я вообще пришел? А, понятно, понятно. Да, тут просто край дороги находится. Ну ладно, следующий уродец. Я пришел исследовать Рок Таннел. Да? Что тогда здесь делаешь, когда Рок Таннел находится на другой стороне дороги вообще, в другом конце? Гениальные вы какие-то прям вообще все люди. Прям поражаюсь вам иногда. Уроды и идиоты одни. Так, ну ладно. Сэн Слэш, отлично. Пыщ. Обожаю слушать этот хруст суперэффективного мува. Который хоть раздается только в одном ухе, но все-таки звучит круто. Ого, опасно, а? Конечно, я опасный, как обычно. Мои покемоны пострадали, прежде чем мы вошли в Рок Таннел. Мне лучше отнести их в Покет Сентр прямо сейчас. Да? И вместо того, чтобы отнести их, ты стоишь на месте. Мразь паршивая. Ай, гениально, блин. Просто гениально. Говорить одно, а делать другое. Или вообще ничего не делать, что обычно происходит, в общем-то. Да. Просто дебилизм какой-то в этом мире происходит. Гора Силера и Таджоту, правильно? Это должна быть Серебряная гора. Да? Гениальное утверждение, однако. Ничего не скажешь, когда только назвали определять горло. А если бы назвали гора из дерьма, а ты бы считал, что она все сделана из дерьма, не знаю. Хотя, наверное, это было бы логично, я не знаю. Ой. Я уж сам начинаю с ума от всех этих идиотов, вокруг меня уподобляться и начинаю, так сказать. Главное, чтобы я не начал любить сражения еще. Да уж. Сражаться мы хорошо только с врагами, с настоящими врагами, типа команд вражеских. Ох. Я был сфокусирован на горе и забыл о покемонах. Кретин. И сражение это насчет концентрации. Кретин. Так, ладно, что-то сейчас еще интересненького из вещей. Эх, блин, время так летит, это раздражает, конечно, до ужаса. Вот уже все пять серий завершены. Я уже почти три часа болтаю здесь без перерыва. Это просто кошмар, у меня уже язык отваливается. Но я бы хотел еще записать серию, потому что мне хочется пройти уже игру наконец-то. Я хотел бы все-таки не проходить еще одну неделю, а уже закончить наконец-то. Все-таки нужно проходить новые игры, новые, новые, новые. Мне еще ожидает Black White 2. И потом Omega Ruby ожидает обязательно. Так что, в общем-то, да, мне бы хотелось, конечно, побыстрее закончить со всем вот этим вот. Но, увы. Пока что все еще процесс идет довольно медленно. Тем более, что я продолжаю со всеми драться, потому что мне это нужно, увы. Мне просто выбора нет, мне приходится качаться. Так что, так и так, хочешь не хочешь, и дерись с всеми этими мразями бесчисленными. Я понимаю, драться с геймлидерами, драться там с чемпионами всякими, драться с вражескими командами, с райвалами. Но, блин, все эти рандомные козлы вокруг меня уже просто надоели. Легкая глина. Гениально. Глина в виде покебола. Так. Сколько уже на счете какашки в виде покеболов раскидывать повсюду, да? Потому что что угодно можно изобразить покеболом для экономии... Для экономии пространства. Люди не должны оставлять что-то там позади себя. Какой-то хренатень. Ладно, не знаю, что он сказал, но неважно. Не дуарина. Ой, черт-черт-черт, не надо было этого делать, poison point же. Хотя нет, не сработало в этот раз. Ладно. Не сработало, хорошо. Отлично. Вот для чего Earthquake берегу. Для вот таких вот козлов со своим дурацким статиком. Готов. Эх, почти что левелап. Ох, я проиграла. Дурочка. Собирать энергию это важно, но еще важнее. Это более важно для выживания. Что там еще важно? Ничего не понял? Ну ладно. Max potion, хорошо. По крайней мере, свещаем и теперь уж точно можем спокойно дойти до самого конца игры, больше не заглядывая в магазины. Хотя заглядывать все равно есть смысл небольшой. Так. Хочу до конца серии следовать эту дорогу просто. Эй, ты, не тупи. Да я-то не тупить должен, козлина. Ну ладно. И как эти дактриу там все помещаются, вот и дырки, главное. Три головы торчат, кое-как, с трудом вылезая оттуда. Левелап, хорошо. 79 уже. Уже, так сказать, серьезный прогресс. Ура! Придыщ. Красотища. Хотя все равно, конечно, не хватает немного спецэффектов для Earthquake. Ну что поделать? Все равно довольно мощное. Ну, спецэффектов типа там трясущегося пола, по-нормальному трясущегося пола, а не просто дергающегося экрана. Я бы просто затупил, что-то типа того. Ладно, затупил-то понятно. Извини, ты не тупил. Это была моя ошибка. Ничего не понял, но ладно. Все, кажется, наконец-то, город Цирулин. Фух, какая радость. Ну вот и все. На сегодняшний наше прохождение закончено. Я прошел довольно-таки серьезный долгий путь. Ой. Так, стоп. С учетом того, что я только начал проходить все это дело, я вот, вообще-то, исследовал всю центральную часть региона. Собрал уже четыре значка. А сейчас мы уже, собственно, соберем и следующий значок. Так. Да. В этом, конечно, есть в всем смысл. Небольшой. В том, чтобы по-быстрому следовать Канто. Тем более, что, к счастью, сам регион довольно-таки коротенький получился в этот раз. Его сильно сжали. Это, кстати, как я так могу видеть. Никаких новых локаций здесь не добавили. Ничего нового здесь вообще не добавили. Просто то же самое. Все старое, древнее и малосмысленное. Ну да ладно. Нам предстоит еще собрать оставшиеся четыре значка здесь, здесь, здесь и где-то тут, в общем-то. Но это будет, конечно, еще вопрос времени. Попытаемся завтра-послезавтра играть дальше. Может быть, я уже все-таки на этой неделе закончу проходить игру Heard Gold. Pokemon Heard Gold. Посмотрим, посмотрим. Торопиться, в принципе, некуда, и мы еще успеем тут поразвлечься, наверное. Или, наоборот, засыпать от скуки, дерясь со всеми этими тупыми родовными противниками. Ну да ладно. Это будет потом. А пока что небольшой отдых. Скоро продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok